Всем привет! Я рад приветствовать вас с вами на канале. Мой канал посвящен синтезаторам электронной музыки. Если вам такое интересно, подписывайтесь. Ну а если вы подписаны, обязательно нажмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Сегодня мы поговорим о первом синтезаторе, который был изобретен в 1920 году. Но на самом деле он не совсем первый, были еще и другие претенденты. Но суть в том, что практическое применение и признание во всем мире получил именно термин Vox. Это такое устройство с двумя антеннами, которое совсем не похоже на синтезатор. Сегодня я хотел подискутировать на тему того, куда шагнуло человечество от простого устройства одноголосового в полифонический синтезатор, имеющий цифровое управление и благодаря которому мы можем достигать различных тембров, ну и в принципе комфортно писать музыку. Данный термин Vox является произведением компании Mook. То есть Mook перехватил эстафету по производству этих устройств. Называется он Esdra Wave Plus. И также у него установлено расширение, которое позволяет опускать на пару октав высоту тона ниже. То есть создавать некий басовый звук. Термин Vox был изобретен советским физиком Львом Терменом. Изначально он получил название этерафон. Но люди, которые в современном мире, наверное, назывались бы маркетологами, назвали его термин Vox, что действительно является более созвучным названием. Таким он и известен на данный момент. Также эта версия поддерживает CV и гейт. Здесь есть выходы, которые я отправил на световое оборудование для того, чтобы вы понимали, как электромагнитное поле, на которое воздействую я своей рукой, может влиять и на свет, или на любой параметр звука, который есть в синтезаторе, поддерживающий CV. Это единственное устройство, которое позволяет играть на нем, не прикасаясь к нему. То есть здесь есть электромагнитное поле, которое располагается вблизи одной антенны и другой. По средствам влияния на эти антенны мы меняем параметры этого устройства. Громкость и тон. Хочется пофилософствовать на тему, как человечество развивалось последние сто лет и как они шагнули от такого простого устройства, у которого очень сложный workflow, точнее очень сложное высвоение, потому что, чтобы на нем играть, нужно научиться держать определенную ноту на расстоянии от этой антенны и тем самым играть какую-то музыку до устройства, которое имеет также аналоговый осциллятор и является максимально продвинутым. Но, по крайней мере, в моей студии это самый продвинутый аналоговый синтезатор. Управление термин Vox заключается в том, что у него есть ручка громкости, у него есть ручка питча, есть возможность менять вейвформ, то есть можно форму волны поменять, но она там не очень-то разнообразная, честно говоря. И brightness, это что-то типа фильтрации, я думаю, что он просто смягчает немного звук, тем самым можно подстроить звук, похожий на пение голоса. Ну, иногда так получается. А если использовать какую-нибудь с этим еще педальку, то, скорее всего, вы можете приблизиться к тому, как поет оперная певица, ну или что-то типа того. Благодаря современному синтезатору мы можем использовать не только один голос, мы можем использовать полифонию, мы можем менять тембры, можем их фильтровать, мы можем использовать секвенсор для того, чтобы играть ноты, мы можем использовать арпеджиатор, мы можем использовать такие функции, как параметр Lock, то есть назначать какие-то параметры на каждый шагов тем самым музыка становится интересная тембры стали богаче голосов стало больше управление стало гораздо проще но это не означает что этот синтезатор является обновленной версией вот этого устройства это не так их связь уже настолько потерялась друг от друга что эти устройства являются самостоятельными и в принципе не могут заменить друг друга хотя в основе этих обоих устройств лежит аналоговый генератор звука я подключил термин вокс через педали которые используются также термин вокса ну вы можете конечно их не использовать но поскольку у него тембр не очень богатый то разнообразить и иногда его приходится например какой-то гармонайзером или машин толкинг это такая педаль от электрогармоникс также вам понадобится хроматик тюнер для того чтобы понимать какую ноту вы берете иначе инструмент просто безладовый и вы не можете включить на нем ту или иную ноту как это можно сделать например на синтезаторе я добавлю немного реверберации то есть эта громкость это высота тона чем дальше мы от антенны тем ниже тон и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Согласитесь, разница в тембре есть, правда? Также мы можем создать какую-то композицию с помощью секвенсора... Продолжение следует... Продолжение следует... И именно, наверное, поэтому это устройство уже спустя 100 лет имеет актуальность среди любителей электронной музыки. Это, наверное, один из самых загадочных инструментов, которые я только знаю. Его внешний вид отдает какой-то старинной эпохой тех годов. Он похож что ли на какую-то антенну для телевизора, то ли еще для чего-то. Напишите в комментариях, на что, по вашему мнению, похож термин Vox. Лев Термен был уникальным человеком. Когда его пригласили в институт разрабатывать какие-то там научные проекты, в этот момент он создал музыкальный инструмент, с которым сам потом и поехал по всему миру выступать. И если бы он не был музыкантом, такого бы, наверное, не случилось. Учитывая то время, в которое он жил, все могло пойти просто по любому пути развития. И, наверное, бы не было тогда у нас термин Vox. Но талантливый человек талантлив во всем. В его копилке также есть еще одно устройство музыкальное, которое называется терпситон. Он работал над ним. Это устройство позволяло бы людям, когда они танцуют или двигаются, издавать какие-то звуки. Потому что его одна из спутниц была именно танцовщицей. Мне кажется, он работал над этим проектом в тот период. Но это устройство, к сожалению, не получило признания. Скорее всего, потому что оно было не совсем музыкальное. И там было сложно играть как-то по нотам. И когда человек двигался, то музыка больше похожа была на какой-то перформанс. Думаю, что в современном мире такое устройство вызвало бы интерес гораздо больше, чем тогда. Сейчас уже существуют различные контроллеры. Я знаю Комо Электроник. У них есть такой Комо Командер, который позволяет посредством влияния тоже на окружение этого устройства, на электромагнитное поле. Я не знаю, как он там точно устроен. Но суть в том, что он также передает CV-сигнал на модульный синтезатор. Либо на другой синтезатор, который поддерживает CV-гейт. И может управлять им. Многие используют для этого также термин Vox, который поддерживает CV-гейта. Но мне кажется, что это расточительство, использовать такой инструмент только для таких целей. Кажется, также компания Roland вставляла какой-то такой вот датчик в свои некоторые групп-боксы, чтобы управлять различными эффектами. То есть технология, конечно же, была позаимствована. Насколько она была реализована по той же схеме, я не уверен. Может быть, там какой-то инфракрасный были датчики. Точно не знаю. Но суть заключалась в том, что можно было также, как волшебник, стоять и управлять звуком. Играть на этом устройстве очень тяжело. Нужны годы тренировок для того, чтобы четко держать ноту вблизи вот этой антенны. И также манипулировать своей рукой, потому что вы ни к чему не прикасаетесь. Ладов никаких нет. И это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. В мире не так-то много терминоваксистов. Но на YouTube вы можете найти некоторые видео, где этот инструмент прекрасно ладит с другими инструментами. Как с электронными, так и с живыми инструментами. И по моему мнению, в таких коллективах он занимает солирующую роль. И инструмент является важным или чуть ли не основным в составе такой группы. Я был рад познакомить вас с этим замечательным устройством. Надеюсь, вам понравилось видео. До скорой встречи. Пока.